И других авторов. В дальнейшем мы стали сотрудничать с посольствами Федеративной службы Германии, посольствами Франции, посольствами Великобритании и других стран. Так родились наши очень крупные спектакли, которые были в дальнейшем освещены журналом «Балет», советский балет, музыка, театральная жизнь и другие московские центральные журналы. Яладычилыга, эсасен классик услугда формалашан балерон, урлыш-вердии, тамошай-бойдуга эстерлэрдэ пешэкарларла янашы, мэвэскэр-эстедалдэн да истифадэ едир. Спектакли заняты очень многие солисты камерного балета, которые выступали в наших прежних спектаклях, но и много дебютантов. Здесь, наряду с профессионалами, такие как Татьяна Рахил, Алимова Элина или Екатерина Павлова, танцуют и другие люди, которые занимаются хореографией на любительской основе. Это автор, исполнитель роли Сулеймана Расим Махмудов, Диана Джавадова, которая является исполнителем царицы Астис, и другие наши артисты, молодые исполнители, которые с огромным энтузиазмом подошли к этой очень сложной, непростой работе и создали очень сложный такой спектакль на сложной пластической основе, включающий классический танец, и танец модерн, и современную пластику, и такой действенный жест. Поскольку у нас камерный балет Баку, мы выбрали жанр именно камерных симфоний, который послужил основой драматургии нашего спектакля. Спектакль основан также по Библии и Корану, где действует царь Соломон, а в Коране он действует как персонаж под названием именем Сулейман. Другой первой источником послужила повесть Александра Николаевича Куприна «Соломиев», которая также вошла в наш спектакль. Мы ждем наших зрителей 18 декабря на сцене оперной студии, где состоит мировая премьера балета «Соломон и Соломиев» на музыку Арнольда Шевенберга. Мы рады нашим гостям и надеемся в дальнейшем неоднократно выставить наши спектакли. В частности, у нас ожидает новая премьера на музыку Бенджамина Британа с посольством Великобритании и на музыку Эрика Сати с посольством Франции в Азербайджане. Сегодня Решит Эхмедов 50-лик юбилейни байлерон. Балерон «Эхат и «Ахыт» и «Ахрuis» всемирения благодарны все это всем мире, который показал Дом своим именем Азербайджанам, «Асады любовцев» Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok